Здравствуйте! Вы смотрите канал Усман ГЗ. У меня сегодня в гостях бывший сотрудник КГБ, бывший заместитель начальника отдела комитета государственной безопасности ТОФИК Алиев. Наша аудитория вас уже знает. У нас уже было две программы с вами. Для тех, которые впервые будут смотреть интервью с вами, я напомню, что вы работали с 1974 года по февраль 1992 год в комитете государственной безопасности. Ну что ж, мы начнем с того, что ТОФИК Алиев. Говорят, бывших чекистов не бывает. Насколько это правда? Да. Если не считать, что сотрудники, многие, уходя на пенсию по выслуге лет, оставались в запасе, вот если это пребывание в запасе не считать, что он остается чекистом, то на самом деле речь идет совсем о другом, когда говорили о том, что чекистов бывших не бывает. Этот вопрос сформировался еще в довоенные годы, условно говоря, в 30-е годы, когда сотрудников ОГПУ, до этого там ВЧК, потом ОГПУ, потом МГБ и так далее, после того, как он по состоянию здоровья или по выслуге лет уходил на пенсию, комитет непременно старался его устроить туда, где у комитета есть вопросы. И там на месте сотрудник мог быть просто, условно говоря, начальником отдела кадров, начальником спецотдела, то есть первого отдела, который занимается допусками и так далее. Он мог быть и одновременно резидентом, который передавали на связь какую-то часть агентуры. И таким образом он оказывал помощь органам КГБ. Вот так, собственно, и сформировалось это понятие. Уже в 60-е годы, это еще продолжалось какое-то время, в 70-е годы практически нет. Уже сотрудники искали себе работу сами, выходя на пенсию. Ну, за исключением только тех сотрудников, которые были очень милы и близки там к руководству. Руководство там уже, исходя из каких-то личных соображений, помогало им куда-то устраиваться на хорошие работы. Ну, что вам сказать? Например, в Баку практически все гостиницы, где бывали иностранцы, туда назначали директорами бывших сотрудников. Ну, гостиница «Азербайджан» там был директором бывших сотрудников. То есть это было такое правило? Или это были исключения? Или это часто? Или это... В гостинице «Старый» там тоже сидел бывший сотрудник. В гостинице над вокзалом, где принимали по линии спутников туристов, тоже сидел там, условно говоря, там. И такая практика была везде. Для чего это делалось? Потому что гостиницы, конечно, использовались для работы по иностранцам. И не только по иностранцам. Там могла быть какая-то техника оборудована, какие-то там дополнительные устройства для использования техники. И поэтому всегда в этих случаях наличие такого руководства, которое могло повлиять на своих подчиненных для эффективного выполнения задач комитета, это помогало. Так, Торфим, я вот к вам вопрос. То есть мы сейчас говорим о советском времени. Тогда, как известно, и гостиниц было меньше. Как вы считаете, эта практика сегодня существует? Сегодня тоже правительство, скажем, контролирует? Или же руководители доносят? Я понял, да. Это проще сейчас почему? Потому что технические средства другие стали. То есть, условно говоря, если раньше надо было установить там фото или видеозаписи в каком-нибудь... Да-да-да, что тогда видео еще не особенно практиковалось. То есть, фото записи каких-то событий в каком-то помещении, то это надо было специально это помещение оборудовать. И таких помещений, например, в гостинице Азербайджан, там, ну, было, условно говоря, на каждом этаже под одному-два. Это были заранее оборудованные помещения. А сейчас, условно говоря, если, допустим, мы знаем, что иностранец приезжает там в какой-то номер, то гораздо проще не оборудовать ничего заранее. А после того, как там решился вопрос, что вот этому иностранцу мы дадим такой-то, такой-то номер, то проще прийти и какую-то буквально там булавочку установить где-то, и она вам будет давать достаточно подробное видео и звуковую информацию. То есть, сам технический прогресс подсказал, что это поменялось. Это стало другим. Я не думаю, что сейчас нет техственных контактов и условно-говоротников, которые обслуживают гостиницы, где проживают иностранцы. Я думаю, что эта практика осталась. Осталась, потому что без нее невозможно появление каждый раз нового лица в гостинице, где проводятся работы комитета, это всегда вызывает недопонимание и у самих же работников гостиницы. Вот когда они привыкли к какому-то лицу одного сотрудника, они его уже знают, знают его требования, каждый раз приходите и показывайте удостоверение. Я из там МНБ или СГБ, я прошу вот помочь мне то-то, то-то. Это, кажется, проблема. Кроме того, сами же сотрудники в гостиницах, они, конечно же, выполняют не только эту функцию, они же выполняют функцию, когда надо фиксации, когда вышел из номера, может, вышел из этого номера, пошел в соседний номер и так далее. Вот такие вопросы, это все равно решаются, и для этого нужно оперативное обеспечение гостиниц. Это практика всех цивилизованных спецслужб. Так что тут ничего нового нет, но технический прогресс поменял тут подходы. Недавно был, я помню, такой скандал, когда европейские парламентарии находились в Баку, говорили, что появились какие-то интимные видео, заснятые в гостинице, нужна постоянно слежка. То есть вы считаете, что это не должно быть сложно реализовать? То есть такая практика, она уже допала. Я думаю, что кто-то очень, видимо, попытался сделать какую-то акцию компрометации кого-то. Откровенно говоря, мы такой работой не занимались. Это очень глупо. Это очень глупо, потому что, ну не знаю, сбор компроматериалов, там, допустим, в каких-то интимных встречах, о каких-то там извращенных встречах, там, может быть, гомосексуальных отношениях. Он, в общем-таки, работал раньше. Он работал тогда, когда во многих зарубежных странах были законодательно запрещены эти отношения. Но сейчас, когда в мире в целом произошло, во всем цивилизованном мире, я имею в виду, в Европе, в США и так далее, произошли коренные изменения отношения к этим вопросам, использовать вот такие вещи, это очень глупо. Я вам сейчас скажу, что даже у нас был пример, когда провели операцию по одному дипломату, дипломату, сотруднику генконсульства в Баку, и когда ему показали, надеясь, что это будет играть компрометирующую роль, и он пойдет на какие-то договоры там, он сказал, дайте побольше, я жене покажу. Понимаете, это все палка о двух концах. Я думаю, что это просто неудачная шутка или неудачная работа кого-то, но, видимо, кто-то имел задание скомпрометировать какого-то, может быть, там, члены Европарламента или что-то, в силу того, что он может быть там что-то, что-то, что-то. Такая бывает коллизия, к сожалению, да. На самом деле, я думаю, это не очень удачная вещь. Не у всех бывает такая реакция, сразу скажем. Очень много случаев, когда такие кадры, в принципе, возымели действие, то есть удалось человека заставить замолчать, уйти с работы и так далее. А мы говорим еще про советское время, когда, в принципе, такие жалобы, они действительно к этим жалобам относились очень-очень серьезно. Значит, в советское время были очень жесткие нормативы по использованию технических средств. Очень жесткие. И я, например, не помню ни одного случая, чтобы где-то какие-то результаты технических средств использовались для корыстных целей. Вот этого не было. Был страшнейший такой жесткий порядок. Была такая жесткая дисциплина. Потом, это же грозило, на самом деле, сотруднику достаточно серьезным наказанием. Это очень серьезная тема. Разглашение данных оперативно-технической работы. Это фактически разглашение данных о совсекретной работе. А конкретно уголовный процессуальный кодекс, уголовные и уголовно-процессуальные кодексы предполагали по этим вопросам достаточно жесткое наказание. Я не помню, вот честно говоря, примеров, чтобы кто-то на это шел. Обычно всегда, всегда все было чисто. Если ты сделал это в интересах работы, значит, в интересах работы и все. Но сейчас есть еще и другой вопрос. Сейчас очень много такой техники появилось у частных лиц. Я даже еще помню в начале 90-х годов мы сталкивались, когда устанавливали в банках. Ездили люди в Дубай, покупали какие-то там маленькие, условно говоря, передатчики, жучки. Чего-то на жвачке его цепляли, заходил там прием к директору банка какого-нибудь, цеплял ему и шел, прослушивал, что директор банка творит. А потом он мог его, естественно, шантажировать. Это немножко другая тема. Это уже преступление, конечно, уголовного порядка совсем другого. Это шантаж, это незаконное использование технических средств. Кстати, я не знаю, на сегодняшний день в Азербайджане приняли законы, ограничивающие ввоз технических средств частными лицами и приняли ли законодательство, наказывающее за незаконное использование технических средств для вторжения в частную жизнь. Но судя по тому, что я вижу иногда по азербайджанским СМИ, это считается нормой. Кстати, в России тоже приняли законодательство, но все равно не выполняют его. Я хорошо помню, как взяли, опубликовали в прессе совершенно спокойно, как Касьянов там где-то на какой-то своей частной квартире встречается со своей секретаршей, бывшей премьер-министром. То есть это, по сути дела, должно быть основанием для возбуждения уголовного дела по вторжению в частную жизнь. Для этого Касьянов должен был написать заявление, он написал, но никакой реакции не было. Значит, было понятно, что это сделала спецслужба. Для чего это делается? Да, ну Касьянов один из лидеров оппозиции, его надо было скомпрометировать. Да, это делается, к сожалению. И все время это делается, как будто это делают частные лица. На самом деле это чаще всего, вот как мы понимаем по России, например, в Азербайджане, кстати, не так много примеров, хотя было несколько случаев, вот когда пытались шантажировать людей частных всякими видеозаписями и так далее. Это все незаконно использование технических средств. Я думаю, что должны быть жесткие нормативы, которые запрещают ввоз технических средств, более того, хранение этих технических средств у себя и использование технических средств. Вот в этом случае, конечно, будет совсем другая картина. Ну, мне кажется, там не только технические средства, там целая операция, то есть там участвует очень много человек, людей, персонала. Ну, и это не случайно, что обычно, так сказать, героями или объектами таких преследований бывают люди из оппозиции, их родственники, их знакомые. В принципе, у нас нет никаких реакций со стороны госкомитетов. Они не подтверждают, не отрицают, они никаким образом не реагируют на эти видеокадры. Что вам это говорит? Я уже высказался в одной из передач, что я думаю, что спецслужба Азербайджана в значительной части тратит время не на полезную работу, а на совершенно примитивную, бесполезную работу, которая, как им кажется, будет нравиться наверху. Поэтому у них серьезно хромает работа, как я полагаю, по главным направлениям деятельности. Это контрразведка, в первую очередь, по, как говорили раньше, странам главного противника. Это, в первую очередь, Россия, это Армения, это Иран. Ну и кроме того, я думаю, что тут еще большую роль играет какой фактор. Надо всегда помнить, что если это государство независимое, а не сателлит, спецслужбы должны работать и по друзьям тоже. Вот иногда мне задают вопрос, а как ты полагаешь, что вот Турции может быть стопроцентное доверие? Я говорю, конечно, но проверять надо. Не потому, что Турция плохая страна, но в любом случае, если сегодня Турция создаст на перспективу какое-то огромное количество агентуры на разных эшелонах военных власти и так далее, и так далее, то вдруг завтра сменится власть, придет какой-то новый президент, который будет не столь лоялен или не столь прагматичен по отношению к программе, там, допустим, сближения с Азербайджаном. Политика, она вещь такая, сегодня так, завтра так. И что? Он с помощью этой агентуры будет творить чудеса. Он будет делать то, от чего Украина уже 15 лет не может избавиться. В СБУ засилие агентуры, в Министерстве обороны засилие агентуры, в Генштабе засилие агентуры. Я вам хочу сказать, что вот как-то еще в шахские времена проходила информация о том, что чуть ли не каждый десятый иранец, который проходил военную подготовку в США, был завербован. Так что это нормальная практика. Поэтому я говорю, что тут, наверное, нужно в целом строить работу не только на сегодняшний день, но и на перспективу, но не заниматься вот этим, да, вот примитивным творчеством, типа оппозиция, оппозиция. Боже мой! Это отдельная тема, мы с вами в конце поговорим об оппозиции. Я хочу сказать, что у меня такое впечатление, что это даже не власть делает наверху. Вот давит это оппозиция. Есть такое, знаете, вот пресмыкательско-нукерское состояние души у силовиков. Я должен удружить, услужить как можно лучше моему лидеру. И вот это чаще всего самодеятельность самих силовиков, дабы что... Вот не могу я делать главное, но я могу понравиться вот этим. Вот смотрите, как я там того давлю, того давлю, того давлю и так далее. Вот в этом, мне кажется, причина. Ну, с другой стороны, это не первый случай. И наверняка правительство не может об этом не знать. И если нет никакой реакции, то это говорит о том, что оно и не против. Как минимум. Как минимум. Если даже не сами санкционируют, в чем я очень сомневаюсь, то есть они и не против, чтобы такие операторы проводились. Да, безусловно. Теперь, ну, я о легендарных сотрудниках. Можно я еще кое-что хочу сказать? Не возражаете? Да, да, пожалуйста. Я хочу вот что сказать. В свое время, когда создавались органы ЧК, Дзержинский провозгласил, что это будет орден меченосцев. И в качестве символа этого органа был щит и меч. Щитом мы защищаемся, мечом мы бьем врага. Я хочу сказать, что за все годы существования органов ЧК, ОГПУ, МГБ, НКВД и так далее, КГБ, этот орган так и не стал орденом. Где бы люди были преданы своему ордену, как это было в историческом прошлом, там, орден тамплиеров, я не знаю, орден меченосцев, орден там, мальтийский и так далее. Люди себя чувствовали в этой организации все равно неустойчиво и никакого братства и единства в этой организации не было. Это очень важный фактор. Теперь вы сказали, что работа по зарубежной разведке хромает. Вы что имеете в виду? На сегодняшний день мы реально видим, что нет ни одного реального разоблачения настоящего оперативно-грамотного следственно, как говорится, обустроенного разоблачения ни одной группы иранских, то, что мы называем групп влияния. Я не называю их шпионскими группами, потому что я не видел пока данных конкретных о том, что они занимались шпионажем. Ну, есть какие-то там проскоки в СМИ, но это, я думаю, не серьезно все. Я не вижу ни одной глубокой работы. Я очень хорошо знаю историю спецслужб. Я очень хорошо знаю историю спецслужб, начиная со времен Беккендорфа, который работал еще, условно говоря, там при Александре Николае. Я очень знаю хорошо работу Зубова, который разгромил там, условно говоря, народников в годы, так сказать, правления Александра Второго. Я знаю очень хорошо работу спецслужб России, ну, империи тогда, которая возглавляла Судейкиным. Это вообще был супермен в области. Такая же практика была во многих странах. Были очень сильные, сильные работники, которые организовывали работу и по иммиграции, и по созданию на территории России групп влияния, и по оппозиционным вещам. Но я не хочу, чтобы мои рекомендации и советы завтра обрушились на Народный фронт, который продолжает еще существовать. Но я просто говорю, что следует усилить свою работу в первую очередь по, конечно же, зарубежным спецслужбам, по созданию на территории Азербайджана иранских групп влияния. Армянских групп влияния у нас не может быть. Каких-то мощных резидентур Армении создавать у нас не будет. Если у нас есть на территории Азербайджана какие-то хорошо подготовленные агентуры, это, конечно, будет агентура, в первую очередь, российская. Вот я думаю, на этих двух вопросах и следует заострить внимание. А для этого нужно очень высокопрофессиональная работа. Я не знаю, вот мне когда говорят там сейчас достаточно хорошо подготовленные люди работают. Я говорю, я не знаю просто насколько хорошо я результатов не вижу. Вот если бы были, я вижу вот тертерское дело страшное. Я понимаю, что это делали просто условно говоря бандиты, которым нужны были результаты. Но я не вижу там профессионализма никакого. Я не вижу сейчас вот по этим группам из Ирана, я не вижу, чтобы разоблачили хоть одного агента из России. Вы слышали за последние годы разоблачения агента России? Вы что думаете у России нет агентуры? За 30 лет я этого не слышала. Мне кажется там табу. Если даже разоблачат это... Да это же смешно. Это же смешно. Я не верю в это просто. Как это так? У России нет агентуры здесь? Или нет агентуры каких-то третьих стран, допустим, французской агентуры, китайской агентуры. Я в это не верю, что нет этой агентуры. Российская агентура наверное самая мощная, самая важная. Конечно, конечно. Но у нее есть еще и политическая... Да, и базы есть для работы в общем-таки всегда. Очень много людей, которые имеют родственные связи в России. Очень много людей, которые условно говоря обучались когда-то там, проходили военную подготовку. То есть, условно говоря, то, что мы называем ниточки вот для того, чтобы протянуться и создавать вербовочные условия, есть. Но, к сожалению, мы результатов никаких не видим. В прошлом году, когда Лавров приезжал в Азербайджан, ну, была такая серия встреч. И во время этих встреч подписывали договора. И один из этих договоров был как раз-таки о сотрудничестве между разведывательными управлениями. контрразведками. Вы видели, наверное, был такой договор между Зарболенской и Российской Федерацией. Я читал, да. Да. Ну, вот теперь Россия, она страна-агрессор, она ведет войну против Украины. И мы, согласно этому документу, обязаны делиться информацией, которая у нас имеется. То есть, наше разведывательное управление. Что это значит? Сейчас я скажу. Значит, все это выглядит вот как. Корни этого исходят к подписанию договора СНГ. Вот когда подписывали договор СНГ, это был 91-й год, если вы помните. там записали, что страны СНГ не имеют права вести разведывательную работу в отношении друг друга. А точная формулировка такая. Страны СНГ не имеют права использовать разведорганы друг друга для борьбы против друг друга. Значит, на самом деле, как из этого положения все вышли? вот я, предположим, смотрю на этот вопрос из Москвы, значит, я решаю так, а я службу внешней разведки, СВР, использовать по Азербайджану не буду. я эту задачу перебрасываю в управление по городу Москве и Московской области, создаю там отдельный отдел. И этот отдел занимается разведкой по России. Он вербует, много вербуют они. И граждан, которые ездят туда-сюда, и все, что хотите. И фактически договор об СНГ как бы не нарушен, но фактически у России уже открыта возможность заниматься этой деятельностью. Вот, кстати, Украиной занималась не служба внешней разведки России, так как договор СНГ тогда еще действовал, а занималась специально созданное управление, которое было создано в рамках контрразведывательных структур. Что на сегодняшний день подписывает Лавров и подписывает разведка, условно говоря, Азербайджана? Это на самом деле вопросы, к которым присоединился Азербайджан и присоединились сотни-сотни стран. Это вопрос борьбы с экстремизмом и с наркотрафиком. Там нет вопросов. Нарышкин подписывал. Извиняюсь, там была... Лавров подписывал о кибератаках, об информации. Речь идет на самом деле о борьбе с двумя вот этими ключевыми вопросами. Наркотрафик, потому что на этот вопрос завязаны все. И Азербайджан, и Иран, и Россия, и так далее. Хотя Иран сам генерирует наркотрафики, но в данном случае вот так. Поэтому тут начала война, началась война, страшная война против Украины. Я даже не представляю себе, вот как можно сейчас передавать какую-либо информацию, а передача любой информации, даже по каналам разведслужб, это всегда угроза поставить под удар свои источники. Поэтому я бы, честно говоря, в этих условиях не особо, ну да, вот содействовать где-то можно там. Давайте будем а-ля-ля, будем вместе против наркотрафика бороться. Давайте, ну какой экстремизм может быть сейчас, если Россия сейчас одно из ведущих государств в области международного терроризма? Понимаете, абсурд вообще, да? Сама террорист, страна терроризма. Да, страна терроризма. А вот, я помню, даже недавно один из комментаторов Баку говорил, что, вот смотрите, какая мощная кампания ведется, якобы против иранской агентуры, но за эти 30 лет никто и не заикался о том, чтобы, и не вспоминал о том, что есть еще российская агентура и наверняка самая мощная в Азербайджане. Я помню, что в разное время оппозиционеры даже представляли государственным структурам списки так называемых агентов пятой колонны, которые ведут работу в пользу Российской Федерации. Ну, конечно же, мы не слышали, не видели никаких результатов, никаких расследований и так далее. Но ваши, что вы читаете, что вы думаете об этом? Почему не ведется такая работа? Наверняка представители пятой колонны, если знаем мы, наверняка их знают и государственные структуры. Конечно. Так. Я вам скажу так, что для меня, например, шоком было, когда вдруг в Баку решили организовать шествие вот с этими портретами погибших в годы войны. И это все генерировалось с позиции посольства России в Баку. приобщилось к этому очень много людей. Азербайджанцы, бакинцы, там, я не знаю, все, кто... Много-много там, на самом деле, да. Меня поразило в этом вот что. Это акция, которая носит чисто пропагандистский, чисто дисциплинарный такой характер для того, чтобы людей подтянуть и посмотреть на кого в будущем можно положить глаз с точки зрения интереса в разведке. Вот если я, азербайджанец, живущий в Баку, взял по глупости этот плакат там с моим дедом и пошел на этот марш, который организовало посольство, то это уже в будущем где-то, где-то дает мне какую-то возможность подумать, а, значит, этот парень симпатизирует России. Посмотрите, мы организовали вот такую акцию, а он приперся туда. Хотя все знали, что это все исходит от Кремля. Это кремлевская акция. Она первоначально возникла в недрах, как говорится, как чисто народное творчество, но потом перехватил Кремль и начал это все практиковать в Украине, в Молдавии, там, 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 тогда, а на самом деле это все... Так, но мне совсем не совсем ясно, вы говорите о какой, о каком шествии? На 9 мая, как? А, 9 мая. Окей, теперь все понятно. Да, они там помним, мы вас помним и так далее. Это все чисто пропагандистская акция, которая настроена на то, чтобы поляризовать людей на Россию, посмотреть на тех людей, которые приходят туда, определиться. И вот я вам простой пример скажу, что если вы взглянете на тех активистов, которые это все организовали и целыми днями бегают в посольство, России, вот эти активисты, вы завтра возьмите за ними контроль, установите, вы выясните, что они не только занимаются, условно говоря, организацией таких шествий. Это просто, я упрощенно говорю, да, вы понимаете. но как правило, с активистов все начинается. Активисты, которые бегают в посольство России, давайте организуем шествие, давайте это, давайте это. Это как правило, я не хочу, чтобы завтра антироссийские настроения возникли, антирусские настроения в Баку, ни в коем случае. Нет, там очень много порядочных, прельщик людей. Но, к сожалению, российские спецслужбы именно так и работают. Они работают по тем людям, которые им симпатизируют. И вот я просматривал сейчас настроение даже покинцев русских. Я вам скажу, многие из них не осуждают войну в Украине. Многие из них горят желанием восстановить Советский Союз. Вы понимаете? Вот бы и сюда тоже когда-то пришли бы, да, понимаете? Вот это, это, к сожалению, есть. И это не скоро выгорит. Это пройдет много-много поколений, пока люди выдавят из себя эту импирскую войну, понимаете? Это все так есть. Это же понятно, почему. Вот раньше я сидел там старшего первополномочия допустим в уголовном розыске МВД и вдруг меня вызывает я там русский старший оперуполномочий мне говорят, слушай, тебя надо направить начальником РОВД потому что в городе Баку, потому что два РОВД должны быть русскими. А сейчас у него такого нет. И это понятно. Почему? Потому что изменился национальный состав и так далее. Все. Изменилась сама политика, что надсмотрщики в Азербайджане уже не нужны в лице зампредов или замминистров, которых все время прислали, или вторых секретарей ЦК Компартии Азербайджана, которых из России всегда присылали. Все уже. А как проводить свою политику имперскую? Через что? Через какие инструменты? Конечно, можно проводить только одним образом. Проведением вот таких акций. Ах, как мы любим Пушкина, а как мы любим Толстого, а как мы хотим на 9 мая вместе походить и так далее. Вот в этом все и состоит. Хорошо, что в этом году президент Алиев не поехал хоть на 9 мая, не стоял рядом с этим фашистом. Хорошо, хоть так. Я уж о большем не говорю. Ну, там свои причины, то есть у него тоже алиби, он создал себе такое алиби, которое используют из года в год, это то, что 10 мая день рождения отца, мы отмечаем юбилей, так далее, а 9 мая у нас международный музыкальный фестиваль, вот поэтому я не могу, простите уж, так далее. Ну, то есть никто не хочет, да, вот никто не хочет ездить, но приходится, да. Теперь, а вот вербовка, вы сказали, что вот так российские вербуют, а как наши вербуют? Вот, например, вот вам задача, Тофе Калиев, нужно завербовать, ну, скажем, Севин Джамир Зоеву, вот меня. Так, пожалуйста, вот перед вами задача, завербуйте меня. Вербовки бывают разные, вербовки бывают на основе чисто личных взаимных симпатий. Да? Да вы мне вообще не симпатичны, вот как вы меня знаете? Может быть, предположим, да. Я, например, говорю, к слову. Да, я понял, да, на основе, допустим, какой-то заинтересованности. Вот у вас есть какой-то интерес конкретный, и вот для того, чтобы ваш интерес был выполнен, я вам предлагаю поработать. Вербовка может быть и на основе компрометирующих материалов, а вербовка может быть построенной просто на шантаже, но этим занимаются грязные органы, как правило. То есть, условно говоря, сажают кого-то и говорят, хочешь, чтобы он вышел, вот как ты поработаешь на нас годик, через годик мы его отпустим. Ну, вот четыре основных направления, как работаются, методы, как работает инструмент вербовки. Так что, вот так. Но если человек, ну, не идет на сотрудничество, наверняка много таких случаев. Не, но бывают люди, которые вообще не идут на вербовку, я согласен с вами. Но бывает просто, что неудавшаяся вербовка это результат не совсем правильно построенной работы. Как правило, как правило, если хорошо предварительно тщательно изучить человека, его взгляды, его мировоззрение, его психологию, его поведенческое настроение, его интересы. Там много, целый спектр надо изучать для того, чтобы хорошо понимать. Вот, я вам простой пример приведу. Например, как-то мне по работе нужно было мне один иностранный дипломат все время слушал нашего азербайджанского композитора. и мне контролер из итогов каждый раз по вечерам включаясь слушает вот этого азербайджанского композитора. Это был иранский дипломат. Видимо, ему нравилась азербайджанская музыка, и он слушал. Я вышел на этого известного композитора. Да, он был такой, знаете, щетинистый весь такой, весь ежистый такой. ну что вы КГБ, МГБ, туда-сюда, зачем-то туда-сюда. Ну, потом потихонечку, потихонечку, раза два-три повстречались, повстречались. Я ему предложил, говорю, слушайте, давайте так, я не собираюсь вас на явочную квартиру тащить, я не собираюсь. Я говорю, мы будем с вами где-то вот так встречаться. Он говорит, хорошо, только одно условие. То есть он знал, что вы работник КГБ? Или вы его не знали? Конечно. Да, и я ему предложил, я говорю, какие у вас проблемы, я попытаюсь их решить. А я знал, что у него есть проблемы на самом деле. У него было табу ездить за границу, у него были еще какие-то ограничения. Я ему сказал, я вам помогу. Вот это заинтересованность, да? Ну, он сказал, ну, давайте попробуем. Я говорю, начинайте работать. Ну, я вам хочу сказать, что уже через полгода, например, я у него дома кушал плов. Его супруга приготовила еду, мы посидели, все, он сказал, что это мой приятель, он работает там-то, там-то, ничего страшного в этом не было. Ну, вот так, он нам помогал, допустим, да? Но это вот на основе заинтересованности. Я ему помог решить эти вопросы, потому что это было в силах комитета, выйти на партийные органы наверх и решить его вопросы. Так что тут ничего. То есть он вам нужен был для того, чтобы работать с иностранным дипломатом? Дипломатом, да. Так, но он встречался с этим дипломатом? Конечно. Так, он вам что, ну, какие, какого типа задачи там были, если можно? Ну, задачи были не очень сложные, потому что он не был, так сказать, суперменом с точки зрения выполнения наших задач, но ведь главная же задача в чем состоит? Когда вы разрабатываете дипломата, если вы его хотите разрабатывать в плане вербовки, то главная задача состоит в том, чтобы вербовать его не с позиций официальных органов, а вербовать его, условно говоря, выйти на него, на контакт с ним через нейтральные связи. Вот если бы я захотел, допустим, познакомиться с дипломатом иранским и пришел бы в МИД и сказал бы, ребят, когда придет к вам этот дипломат, меня позовите и познакомьте. Меня бы познакомили. Я бы сказал, я сотрудник ГБ такой-то. Он бы сказал, ну и хорошо, но завтра, если что-то происходит, он говорит, а меня познакомили в МИДе. А это уже называется, что провокация. А когда я выхожу на него через связь опосредственную, то есть на нейтральной основе, то что мы называем в этом случае речь идет совсем о другом. Речь идет о том, что он фактически сам нашел себе эту нейтральную связь и уже через нейтральную связь познакомился добровольно с сотрудником. Вот как речь идет в данном случае о работе. Ну, а бонусы какие могут быть? У кого? У информаторов, агентов завербованных, да, какие могут быть? В данном случае я ему помог что-то сделать, а так вообще-то в общем... Больше всего какие бонусы работают? Это деньги, это материальные, прагматические? В те годы в МВД была платная агентура, у нас платной агентуры не было. Считалось, что в комитете должны работать только люди, которые выполняют это исходя из своих патриотических убеждений. То есть он свое свободное время, поэтому надо было всегда найти человека, которому это интересно. Вот причастность к такой работе иногда у людей вызывает драйв. Вот кто-то любит на велосипеде кататься драйв вызывать. Адреналин, да. А это адреналин, да. Для него это интересно. Он представляет, как он сыграет роль с кем-то по заданию пойдет в комитете встретиться, какую-то роль, какой-то диалог. Престижно, может быть, для кого-то, да. Да, да. Что у меня есть знакомый. Вот если такого человека вы находите, он успешный агент, он хорошо работает. Если не нашли такого человека, значит он, ну, значит не работает. Но я хочу сказать, что если речь идет об агентуре, например, на каком-то заводе режимном, военном, там все по-другому. Ну, он сидит на своем рабочем месте, там, допустим, мастер. Ну, вот он видел какие-то проблемы, что здесь не так изделия изготавливаются, нарушаются технологии. Но ему и не надо никаких особых знаний. Он пришел там на встречу с работником, сказал, что вы знаете, надо было выдерживать там в термопече вот столько-то, допустим, головку там наведения, а ее держали там меньше. То есть это немножко другой подход. А вот там, где, условно говоря, более высокого уровня агентурная работа, я имею в виду, связанная с дипломатами, с подставами, разработкой там по коррупции, разработкой там по наркобизнесу и так далее, там, конечно, требуется очень-очень мотивированная агентура. Я не знаю, я ответил вашу. Ну, да, замечательно, то, что вы говорите, это все очень интересно. А вот если человек, скажем так, он диссидент или в современной терминологии политический оппозиционер или узник, ну, в тюремном заключении, какая работа, по-вашему, ведется с ними? То есть вот человек, человек посадили только потому, что он говорил, он говорил слишком, он критиковал, это не нравилось правительству. То есть, как нейтрализовать вот таких людей? Какая работа по нему ведется? Самая классическая работа по нему ведется, это испокон века всегда так делалось, еще со времен Рима, ему внедряют внутрикамерного агента. Что это такое? Внутрикамерный агент это хорошо подготовленные люди, чаще всего уже прошедшие какую-то уголовную школу, отсидевшие, знающую тюрьму. Вот он сидит на свободе, вы его вызываете, он приходит под фиктивными данными, что якобы его посадили, его помещают, допустим, там в камеру, если это уголовник, а иногда просто человека, который будет играть роль тоже оппозиционного настроенного, так сказать, функционера какой-то другой партии. цель какая? Цель вызвать объекта разработки на разговор и откровение. Может быть, завтра возникнет ситуация, что он захочет через него что-то передать. Чаще это, кстати, и в фильмах очень часто это используется, прием «Вот я через неделю выхожу, ты ничего не хочешь передать своим? Ты не можешь это передать через адвоката, а вот через меня как можешь?» Вот такой вопрос тоже используется. Но это только вот такая внутрикамерная разработка. Она, как правило, ведется под контролем технических средств, значит, все это записывается, анализируется и так далее. Другого ничего с точки зрения побуждения к получению информации нет. А есть еще, конечно, инструменты, то, что мы называем прессинговые, да, это, условно говоря, там карцер, там ограничения в прогулках, ограничения в переписке и так далее, и так далее, а потом появляется какой-то добренький вдруг кто-то и говорит, «Я тебе помогу». Ну, это так тоже. Палец кнута и пряника. Сначала кнут, потом пряник. Да, 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 это приблизительно так. А вот скажите, много ли приходится создавать, скажем, таких фейковых агентов или, может быть, фейковых структур, организаций? Значит, эта практика идет с незапамятных времен. Очень классически ее использовали уже в середине 19 века французские спецслужбы для борьбы с революционерами. Очень сильно использовали и австрийские спецслужбы, когда шла борьба за итальянскую независимость. Позднее стали использовать спецслужбы России. я вам хочу сказать, что фейковые организации, они очень эффективны. На самом деле, вот как бы это не казалось парадоксальным, но фейковые организации позволяют подтягивать к себе сторонников. Вот сейчас, например, ФСБ очень активно используют фейковые сайты. То есть, человек хочет, например, каким-то образом выяснить, как ему попасть, например, в добровольческий корпус, например, на территорию Украины, он начинает кликать в интернете и вдруг открывает страницу там русский добровольческий корпус. Он там что-то два сообщения пишет, вот там я тот, как с вами связаться. Ему дают какой-то там на твиттере данные, имейл или еще чего-то, чего-то. Он туда пишет, я хочу то-то, то-то, то-то. На самом деле это все подстава ФСБ. Ну, это очень активно использовалось и в довоенные годы, когда ОГПУ воевало с оппозицией с эмиграцией за рубежом. Там столько было агентуры в эмиграции, что прям не приведи Господь. Вот прям ужас. Там и знаменитый скольптор Каненков был агентом, и тот был, и тот был, и генералы бывшие царские были агентами. Все они помогали проводить эти операции. И вот такая фейковая структура, например, в истории запечатлена как мощнейшая операция под названием Трест, которую проводил Минжинский в свое время. О чем речь шла? Это речь шла о том, что якобы в России существует разбросанная в Советской России разбросанная по всей стране антисоветская организация. И она только ждет команды от своих единомышленников из-за рубежа. Ну, я думаю, что вот это один из инструментов, который можно было бы использовать, кстати, азербайджанским спецслужбам. Ну, почему-то я этого не вижу. Это очень хорошая практика. А вот что касается, например, совсем вот свежих, вот уже нашего 21 века, условно говоря, события, вот вы знаете, такой есть нацист Дугин. Александр Дугин. Да. Так называемый философ-филантроп. Да. На самом деле особый представитель Путина. У него был очень близкий друг Гейдар Джамаль. Которого убили? Которого убили. Который снимал фильм о КГБ. Нет, убили сына. А Гейдар Джамаль сам от болезни. А Вагнер он снимал группу. Гейдар Джамаль, вся наша азербайджанская аудитория от него балдела, когда смотрел его передачи, где он вдруг говорил, конечно же, Карабах это Азербайджан. Это он выступал на центральном телевидении. И все время представлялся, я возглавляю Исламский комитет России. Фейковая организация, ФСБ созданная, понимаете? А для чего он кричал о Карабахе? Чтобы подтянуть азербайджанско-мусульманскую аудиторию, понимаете? На самом деле чисто фейковая структура, понимаете? Вот чисто. Не могу подтвердить, потому что я ни организацию не знаю, ни его не слушала. Как эта работа выстраивается? Как эта работа выстраивается? Вот таким образом выстраивается работа. Ну, говорят, что он еще снимал фильм якобы о Вагнере в Африке, и поэтому его убрали. Это сын его снимал. А, вы отца имеете в виду? Это сын снимал. Это Орхан Джамаль. Это друг Шевченко, вот этого самого журналиста, который за деньги продается налево-направо, но это уже другая тема. А Гейдар Джамаль, он достаточно человек с богатой биографией. Он и в ордене СС состоял там и так далее, и так далее. Там очень много богатого. Они еще, условно говоря, в 90-е годы создали на одной из квартир, так сказать, союз вот из трех ребят, Дугин, он и еще один, и где проповедовали достаточно такие нацистские взгляды. То есть надо понимать. Почему? Тоже фейковая организация, надо было подтянуть туда русских, там, мусульманских нацистов и так далее. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы как на свет полетели мотыльки. Вот так это все делается. Туфик Малин, а вот Дугин, я помню, он предупреждал Турцию о предстоящей Дарбе, перевороте в Турции против Эрдогана. Но это тоже очень интересно, он, кто такой, откуда у него могла быть такая информация? Вообще означает ли это, что за ним, за этой информацией, то есть эту информацию ему передала именно российская агентура? На самом деле, насколько мне известно, Эрдогана оповестил уже после начала, после начала буквально только-только начались подготовительные мероприятия для переворота, Эрдогана предупредил лично Путин. Потому что агентура службы внешней разведки в числе генералитета турецкого сработала, сообщила по способу срочной связи, сообщила о резидентуре России в Турции. Сейчас резидентура работает хорошо, сейчас у всех спецслужб хорошие возможности для экстренной связи, так что тут проблем нет. Сейчас есть много средств связи, выхода на спутниковые каналы и так далее. И таким образом Эрдоган до сих пор благодарен Путину за то, что он помог предотвратить, так сказать, сберег Эрдогану жизнь. Ну, Дугин мог сказать, там, условно говоря. Я думаю, что все-таки это пошло все по официальным каналам, потому что для Путина в этой ситуации Турция очень важный, важный, условно говоря, участок, так сказать, геополитический с точки зрения решения задач по Украине, по Закавказе и так далее. Это очень важно. Да. А вот скажите, пожалуйста, в прошлой передаче вы говорили, что мы очень много сплетен было. То есть я так понимаю, что вам нужно много анализировать, много коммуникаций, много сообщений и так далее, чтобы разобраться, где сплетни, где информация, где действительно есть сигнал о том, того, что это, скажем так, угроза государственности, суверенитету и так далее, страннее. Как их различать? Потому что действительно очень много бывает. Ну, человек просто размышляет. Как вы сами работали с сигналами? Есть и этому обучают в школе комитета, а потом это набирается практикой. Как проверяется сигнал? Ну, во-первых, все источники классифицируются, условно говоря, по степени надежности, по степени достоверности. Даже перехват, условно говоря, какого-нибудь сообщения там по радиорелейке или там по спутниковой связи тоже может быть фейком. Поэтому любая тема, если эта тема важна для вас, она нуждается в тщательной проверке. Для этого нужно как минимум получить подтверждение от трех независимых источников. И эти источники должны базироваться на своих первоисточниках, а не на том, что эти все три источника питались одним первоисточником. Вот так приблизительно выстраивается. Иногда некоторые вопросы требуют больше источников для подтверждения. Тут нет каких-то жестких рецептов, как поверить в информацию или не поверить в информацию. Есть просто сложившаяся практика. Есть ну как вам сказать, вот у вас уже вокруг каждой темы есть определенная аура, определенная событийная картина. И вы уже исходя из этой событийной картины уже можете себе представить вот это могло быть или не могло быть. Вот этот человек мог это сделать или не мог это сделать. Вот эти события сейчас нужны или не нужны? А кто может от этого выгоду получить? То есть это все дается опытом большим. Это не дается так, что вот я давайте сейчас открою, две-три газеты почитаю, и там во всех будет говориться о том, что вот это так, значит это так. Это на самом деле не так. Это я слушаю вас. Говорите. Это мне напоминает нашу практику в журналистике есть такой принцип проверять информацию двумя источниками, двумя самостоятельными источниками, и если она подтверждается вторым независимым источником, то эта информация достоверна. Но к этому правилу есть еще исключение. Если информацию вам передает надежный человек, то есть ваш человек, ваш репортер, то есть он с вами глазами находился там, сам увидел, то во втором источнике необходимости нет. Конечно. Безусловно. Если ко мне пришел агент и говорит, что, ну условно говоря, говорит, что вот я вчера видел то-то, то-то, то-то лично вот там. И если я знаю, что этот агент никогда не врет, то я ему верю. А вот недавно был такой небольшой скандальчик, зашумевший в Штатах. Американский журналист писал у себя в книге, что Ильхама Алиева назвали фейковым президентом, потому что у него была возможность переговорить с Трампом, с президентом Трампом. И якобы он тому сказал, что вот в Афганистане Китай занимается эксплуатационной работой, вы проверьте. Там речь шла о меди, других минералах и так далее. Ну, Трамп занялся этим делом, он дал распоряжение своей команде, они проверяли все, что можно проверить, и это оказалось фейковым. И вот с тех пор этот американский журналист у себя в книге пишет, что в кулуарах Алиева называли фейковым президентом. То есть речь идет все-таки о разведывательной информации, информации о разведывательных структурах. То есть ему, как по-вашему, дали ложную, заведомо ложную информацию, или же это было, он заведомо сам обманывал. Вполне возможно. Вы знаете, это же тоже в правилах, так сказать, любой власти, да, играть с любой информацией так выгодно. Можно эту информацию так преподнести, можно эту информацию так преподнести. Она, она, эта практика есть всегда. Я не вижу в этом ничего необычного. Вы работали с таможней, да, то есть вы еще курировали работу таможни. Я не курировал работу таможни. Я, когда занимался коррупцией в органах власти и управления, я подошел к этой теме, потому что, на самом деле, это была та пробка, которая закроет вывоз из Азербайджана огромного количества полезных материалов. Ну, что изменилось? То есть, что перевозили тогда, что перевозят сейчас, что изменилось, почему это важно для коррупции страны? Что изменилось? Я вам сейчас так скажу. Я хорошо помню таможню советского времени. Тогда таможня не была как единый орган, она вся подчинялась Министерству внешней торговли СССР. Были три отдельные таможни, бакинские, которые все были подчинены, вернее, три таможни, которые все были подчинены Москве. Бакинская таможня, Джульфинская таможня и Астаринская таможня. Везде были свои начальники, независимые подчиненные Москве. Случаев коррупции в бакинской таможне вообще практически не было. Я не беру там случай, допустим, когда таможник там кто-то везет из Ирана, там какой-то специалист везет там два рулона, а вместо двух везет три рулона, но этот глаза закрыл, там тот ему говорит, ну ладно, спасибо, я тебе там жвачку подарю. Я про это не говорю. Вообще практически коррупции как таковой не было ни в Джульфе, ни в Баку. Коррупция небольшая была в Астаре, где работал СОП Авто Астара. Там была и коррупция, там были и поборы, и там все, что хотите, но не в значительной степени. Это все не носило такой тотальный характер. Ну, что мы увидели потом в таможне? Мы увидели, что уже в конце восьмидесятых в таможне назначили бывшего работника ЦК, это было при Визире, назначили начальником таможни. и он привел туда совершенно новых пять человек, которые до этого не работали в таможне, не имели ни опыта, ничего, но он из них сколотил такую группу, которая начала заниматься всеми грязными делами. Притом, это крупные грязные дела. Мне труда не составило, честно говоря, завербовать из этих пяти одного. я сблифовал, я сказал, что у нас уже возбуждено уголовное дело, что уже все задокументировано, хотя я пока еще ничего и не знал особенно. Но старые таможенники мне подсказали, что вот эта пятерка всем заправляет. Я его завербовал, и он мне раскрыл полностью, полностью всю картину всего. Потом технические средства устанавили, потом наружные наблюдения, кое-что делали, потом телекамеру, даже где-то что-то поставили. Таким образом картина вырисовывалась. Когда уже практически были собраны достаточно большие материалы для реализации, я по указанию Гусейна Вагифа, моего председателя, пошел с этими материалами к генеральному прокурору. Вернее, прокурору республики, он не назывался генеральным прокурором, прокурор республики. Он просмотрел это дело, еще поручил кому-то просмотреть, потом сказал, вы знаете, у нас сейчас просто нет сил этим заниматься, нам сейчас не до этого, республика вся трещит по швах. Это был конец 80-х годов. У нас сейчас тысячи проблем. На самом деле он был не совсем немножко, так сказать, искренний. Прокуроры в это время занимались своими делами, делали деньги, как всегда, там и так далее, но не в этом дело. И таким образом дело осталось. Поразительно то, что после как ознакомилось с этими материалами несколько человек в прокуратуре, в комитете, из числа руководства там три человека познакомилось и так далее. Я не знаю, откуда утечка прошла, но агент которого я завербовал выходит на меня и мне говорит, что четверка ребят, с которыми я в компашке пришел, они меня позвали и сказали, что тебя можно было бы пришить и мы бы это сделали. Но мы тебе даем 24 часа, чтобы ты с семьей уехал из Азербайджана. Он собрался и уехал. А мне сказали, дело не надо реализовывать, сил и средств нету, понимаете, вот нету сил и средств. Вообще время было страшно смутное такое, понимаете, потому что все занимались... А что на самом деле произошло по-вашему сейчас уже в ретроспекте? Что произошло после этого? После этого, ну как помните вот в этих словах знаменитых, пришел гегемон и все пошло прахом, да? Не слышали эту фразу, нет? Нет, не слышала. Ну вот пришел новый начальник таможни, там уже появилась не одна компашка из пяти человек, потому что я общался с этими ребятами, которые были старые таможенники. Это уже назначили когда вот начальником таможни Амаледины Гейдаровой и так далее, да? Я встречался со старыми таможниками и спрашивал, а что вы сейчас делаете? Они говорят, нам сказали ни во что теневое не лезть. Благодарны за это нам каждый месяц выдают по две с половиной тысячи долларов в конверте. Вот у нас сейчас, говорит, таможня Бакинская, условно говоря. В это время появилась таможня в аэропорту, таможня здесь, таможня там и так далее. Вот нам сейчас сказали, вы работаете так, вы занимаетесь белой работой, а черные всю работу, где, так сказать, черные деньги гуляют, занимается вот отдельная группа. Привели туда совершенно молодых ребят, человек 15-20 на Бакинскую таможню, и они начали шуровать. Ну, я вам хочу сказать, что по данным, которые мне сказали ребята из правоохранительных органов, не буду говорить из каких, уже во второй половине 90-х годов таможня имела миллиард долларов в год черных денег. Миллиард, значит, это немало, да, плюс налоговый миллиард, и вот такие цифры мне называли люди, с которыми я общался, да, вот по налоговой, допустим, они мне говорят, да, миллиард в принципе собирается в целом по теневым делам, и таким образом, условно говоря, вот возникла габала, возник там порт за 400 миллионов в Дубае, возникли торговые центры, возникли гостиницы, все-все-все это возникло вот за счет денег, условно говоря, которые пришли от таможни, от налогов и так далее, и так далее, так что тут ничего нового нет. Вы работали в отделе по борьбе с коррупцией, коррупция все-таки, она действительно есть самая, наверное, или одна из самых больших угроз государственности, не так ли? То есть у нас сегодня в Азербайджане коррупция ну очень больших размеров. Ну как по-вашему, то есть об этом руководство может, может ли быть такое, что руководство не догадывается об этом? Или все-таки это все ведется регистрация всего, она контролируемая коррупция, то есть знают, откуда идет, кто получает и сколько и так далее. То есть что вы об этом думаете? Потому что очень много таких государственных структур миссии, которые как раз-таки является борьба с коррупцией. Значит, я что хочу сказать, что для того, чтобы бороться с коррупцией, в Азербайджане должна вызреть в основной массе населения эта идея, это неприятие коррупции. к сожалению, к сожалению великому, эта идея не витает в головах многих азербайджанцев. Я вам маленький эпизодик сейчас расскажу, чтобы он был для вас показательный. Как-то получилось, один год я приехал в Баку и буквально до моего приезда ребята рассказали, что похоронили очень достойного, заслуженного одного сотрудника подполковника, который и за рубежом работал, и потом в Баку работал, и в районах работал. Я говорю, а много людей пришло на похороны? Да нет, только родственники и два-три сотрудника пришли. А потом спустя буквально какое-то время, когда я уже там находился, скончался один сотрудник. Он никогда ничем не отличался в плане работы. Он всегда был. Я бы его назвал, знаете, как дельцом. Таким комитетским фигаром. Вот он занимался все время делами. И когда ушел из комитета, делами занимался. И вы знаете, я тоже не пошел на похорон, честно говоря, но мне ребята рассказали, что туда пришли более тысячи человек на похорон. потом, когда там какой-то день был, я разговаривался с одним, я говорю, а что так много пошли людей? Что у кого он такой, чтобы такая масса людей пришла туда? Он мне говорит, он сам ел и других кормил. Вот в этой фразе наш культурный код. Нам нравятся те, кто ворует и потом тебе пятак бросает. Это плебейская психология, которая, к сожалению, из мозгов населения не выветрилась. Они не понимают чувство достоинства, чувство свободы, чувство справедливости. Они считают, что если хозяин бросил ему вот как собаки три моната, вот в этом хозяин хороший. Вы посмотрите, как вся идеология всегда была выстроена у нас, особенно последние годы. А вот этот, посмотрите, он, оказывается, бедным раздавал там на какой-то день, там, три барана резал. А вот это то-то дело. И вы понимаете, речь-то идет совсем о другом. речь идет о том, что создай справедливое общество. Создай общество, где нет коррупции. Где человек может пойти честно заработать деньги. Коррупция, она везде есть. И в США есть. Я, кстати, многие вещи вижу, сам вижу. Вот здесь, я говорю, есть коррупция. Вот здесь есть коррупция. Потому что уже наметанный глаз. Такая же коррупция есть и во Франции, и в Германии, и везде есть. Но там она носит вот такой уровень по отношению к ВВП. Но когда у вас, я вам сейчас один интересный эпизод расскажу. Хожу я по Баку, гуляю, один день пошел с одним товарищем, с другой день, с другим товарищем, третий с третьим. И вот идет со мной один товарищ, допустим, говорит, вот посмотри вот эту гостиницу, знаешь, кто строит? Вот такой-то. Я говорю, а кем он работает? А он вот там, допустим, судья. А вот это кто строит? А вот это строит прокурор. А вот это кто строит? А это строит посол Азербайджана, допустим, в США. А вот это кто строит? А вот это строит вот тот чиновник такой-то. его, там, там кто-то в этом. Я говорю, слушайте, и чему ты восхищаешься, что у вас воруют, но нам же строят. Он считает, что это ему строят, понимаете? Я даже поражен. Вот это мышление не одного человека. Это болезнь, это национальная болезнь, понимаете? Вот они ходят сейчас, восхищаются. Вот смотрите, какой Бублик построил на набережной. Ой, все ходят, восхищаются. И никто даже не задумывается, откуда деньги, вот чтобы построить за 300-400 миллионов этот бублик. Кому он нужен, во-первых, этот бублик? Какая польза от него будет стране, экономике, конкретно каждому жителю, понимаете? Это все уровень развития народа. Это уровень развития населения. Уровень восприятия тех ценностей, которые должны быть. Вот мы с вами, условно говоря, понимаем, да, ценности основные, да, европейские, американские. Это в первую очередь стабильность, материальное благополучие, рабочее место, экология, заработная плата, да, хорошее здравоохранение, да. Вот шесть ценностей, да. Когда вы начинаете говорить в Азербайджане о ценностях, там тема экологии вообще, они вообще не знают, что это такое вообще. Они просто знают, что воняет в боку, когда тысяча машин выходят на улицы. И больше ничего. А то, что 60% машин, это машины со сроком использования больше 20 лет, 60%, это их не интересует. Они не понимают, что они идут в угарном газе. Они как в Освенцим попадают. Понимаете? Вот в чем разница. Культурный код народа поменять, это очень сложно. Цивилизационный фактор, он работает очень медленно. Это нужна культура. Это нужна информация. Это нужны знания. А кто эти знания будет давать? Заинтересованы ли в этом власть? С нами был заместитель, бывший заместитель начальника 2-го отдела КГБ Туфи Калиев. Спасибо большое. У меня еще много вопросов, очень интересных, кстати. Очень живых и интересных вопросов. Вот, следующая передача. Мы продолжим, где остановились. Хорошо, спасибо, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok